Поздравления с днем весны и ода о красоте всем женщинам прозвучат выходные. А еще три рассказа о любви, лучшей песни Сергея Трофимова и выставка «Как женились на Руси». И поверьте, это далеко не полный обзор самых интересных культурных событий в ближайшие три дня. Но обо всем по порядку в эфире Афиша. Билеты на спектакль – подарок, который за последнее время снова становится популярным. Фест в эти выходные приглашает в театр на постановки для души и для отличного настроения. Спектакль «Три рассказа о любви» – это литературная композиция по произведениям Бунина. Все они о любви. Первой, страстной, трагической, о любви тихой, тайной и даже неразделенной. Эта постановка состоится 7 марта на сцене под крышей в 19.00. А в фойе театра артисты представят комедию по произведениям Даниила Хармса среди гостей в одной рубашке. Мнения критиков по поводу этой постановки на редкость единогласны и звучат они так. Тот счастливый спектакль, где критик не может ничего толком записать, потому что умирает от смеха. Спектакль решен как серия номеров на праздничном концерте. На фоне кумачевого знамени занавеса поочередно появляются персонажи Хармса из его шуток, эпизодов, сценок и стихов. Начало комедии в 19.00 завтра, 7 марта. Судьба не разбирается, кто хороший, а кто плохой, кто прав и кто виноват. Она просто сталкивает нужных людей лицом к лицу. Он и она, две противоположные реальности. У него сломана нога и трещина в ребре, а у нее новые хлопоты. Так хлопоты или счастье? Узнать это вы сможете, если посмотрите антрепризный спектакль «Новая жизнь». В главных ролях Валерий Гаркалин и Ольга Тумайкина. Комедию и чуть-чуть мелодраму, как ее сами называют авторы, покажут на сцене театра «Фест» 9 марта в 19.00. Подарок всем женщинам к празднику решил сделать и музыкант Сергей Трофимов. Свои лучшие песни он исполнит на сцене Дворца культуры Яуза 7 марта в 19.00. Сергей Трофимов, как явление на российской эстраде, уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и искренним диалогом со зрителем. На его концертах не увидишь пустых глаз и кресел. Спектакль «Женитьба Бальзаминова» театра Кукологнива – постановка для взрослой аудитории. В основе спектакля две пьесы из трилогии о Бальзаминове – «Праздничный сон до обеда» и «Женитьба Бальзаминова». Напевая старинные романсы, актеры открывают зрителям уютный мир замоскворечия и разыгрывают историю героя-мечтателя. Создатели спектакля уверены – постановка получилась яркой и наполненной тонким юмором. Вы можете проверить это мнение завтра, 7 марта в 19.00. Есть что посмотреть в эти выходные и юным поклонникам Кукольного театра. В воскресенье им представят поучительную историю про зайца, которого из-за своей вредности прозвали «Букой». Спектакль «Игра «Вредный заяц», в котором примут участие не только артисты, но и зрители, состоится 8 марта в 11.00 и 14.00. А 9 марта тоже дважды покажет спектакль по русской народной сказке «Терем-теремок». Новая выставка исторического музея Москвы расскажет об истории русской свадьбы, традиции которой были заложены еще в X веке. Мужчины венчались в белой рубахе, что символизировало чистоту намерений. Невеста, напротив, облачалась в красное, как символ солнца и жизненной силы. Как женились на Руси, вы узнаете из экспозиции исторического музея. В арт-бард-клубе «Дача Косенковых», который расположен на месте старинного дачного поселения Перловка, принадлежащего известному купцу и чай-торговцу Перлову, состоится нескучный концерт мутищинских бардов Алены и Александра Косенковых. В праздничной программе 8 марта творческий семейный дуэт исполнит всеми любимые песни, а также небезызвестные авторские хиты. И в традициях дачных вечеров будут царить уютная атмосфера, музыка и песни, и, конечно, будут вкусно угощать. Вот вам и еще один способ порадовать своих любимых и провести праздник. Впереди долгожданные выходные, мужчины уже готовят подарки и, наверное, обдумывают нежные слова. А я считаю, что очень несправедливо их говорить только раз в году. И цветы на 8 марта, поверьте, радуют не так, как букет без повода в середине недели. Всем женщинам желаю весеннего настроения, радости в каждом дне, неожиданных и приятных сюрпризов. Будьте счастливы и до встречи через неделю.